Виделка все? Как мы приклеиваем, клеим, это называется джарва, парчар. Мы приклеиваем постеры с глю, и мы приклеиваем, да? Это называется джарва, то есть приклеить, связать. Но здесь используется джарва. Джарва здесь это употребление. И здесь мы имеем предлог, actually the actual preposition is la. Обычный предлог la, он употребляется везде. la, 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 la. Не там, la. Вы видите, эти предлоги. Здесь есть prepositions. So here, only this doesn't have no meaning. Only la. So to make some sure meaning, gang la, ke la, keb la, nyam tu, не там, la, like this. Вы видите, везде употребляется предлог la, но с каждым местоимением он имеет разное значение. Когда мы употребляем предлог. Когда мы употребляем предлог. Но если вы видите, в общем, la means mountain and hill. Обычно la переводится как гора или холм. La, larger, when we pass some hill, climb. Also la translates like preposition with, you know, pin, with. Here the kang la, che la, with, nyam tu. Okay. And what are only la? Only la means la, like a la, hill. Hill. Hill and mountain. Okay. I ask. I ask. Sometimes just la is translated like vo, na, or sh. No. Just la is a whole. But when you use it in a preposition, you know, c'ic te, preposition. If you are alone, then what is the meaning of this? Then there is no meaning. Okay. When gang la means on, je la means after. Without pronouncing it's ladun. Yeah? It's like ladun. It's ladun, yes. Okay. You see, la is like a verb, like a verb, like a verb. If there is no meaning of this, then it's just ladun. Remember, we have studied it in the verb, like a verb. They don't translate it, but they have a verb. They connect one part to another part. So it's latin, they are all latin. They are all latin, indian, jung-gung, veta, there are many prepositions. There are many prepositions. Gang la means epoch. Gang la means epoch. Gang la comenzato. Yes, Lo. Djhe, la, or Kehla. Gehla or Kehla. Jehla or Kehla. Jehla and Kehla behind. Poda-deen. Cghela or Kehla, Ja-la and Kehla behind. Yeah, Me remembering... Jeha and Kehla too much. And both as well. Djhe la, Kehla. Дже-ла means After. Джей-ла — после. Ổ-будто — после. Будьте вспомнить, что она来ла после меня. Они, что говорили, что джей-ла-юнг ту, не джей-ла. Он говорит за мной. Джей-ла, джей-ла — после. После. Джей-ла means After. «Дже» переводится как «после». «Дже» — это другая сторона, то есть задняя часть. Оба они как-то воздействуют. Whether it's after or whether it's back side, both are behind. If we are going on the road, when we go on the road, someone is after one, or someone is back side of one. Both are behind. So «Дже» and «Дже» are translated as behind. «Дже» and «Дже» and «Дже» and «Дже» are behind. «Недам ла» — «бесет» и «нер». «Недам ла» — «бесет» — «недам ла». «Недам ла» — «бесет» — «нер». ГАНЛА, ДЕЛА, ДЯПЛА, НЯМДУ, НЕТАМЛА Это все предлоги И все это предлоги Когда мы употребляем их вместе с именем, например, НОНЦУ, мы НОНЦУ, КАНЛА, это пропозиция, используется с предлогами Вы видите, после НОНЦУ сразу идет КАНЛА То есть предлог идет после местоимения, вместе НОНЦУ, НЯМДУ, ДУК НЯМДУ, ЭРОПЛЕН НЯМДУ, ЭТО САМОЛЕТ, ДУК ЕСТЬ То есть мы переводим так ЭРОПЛЕНЬ ИЗ ЭБОК НАМИ 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 То есть летит по русским и так Самолет летит на нем НОНЦУ, КАНЛА, НЯМДУ, ДУ НОНЦУ, КАНЛА, НЯМДУ, ДУ Нам джуду Нам джуду Нам джуду Это лок Это лок Называется лок То есть над нами люстра Нам джи и ган лак Облака Нам джи и ган лак Ча-ча-ча Ча-ча Птицы Ча 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 Кутанг Француз been used to say Гангла Кутанг Кутанг Тангг Тангг Кутанг Кутанг уважительное название Кутанг А тангг Кутанг Когда мы употребляем ку, оно становится уважительным. Ку. Сакарпешку. Ку. Данг. Кунда. Кусук. Кусук. Сукву, орден. Кусук. 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 Кутанг. Кунда. Кусук. 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 Нан-чук. Нан-чур-дук. Нан-чур-дук. Кунда. 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 This is a preposition used in us with a pronounce from Нан zaw. А. Нан ше-кан-лан. Нан позchtодук. о нем. Аэропланетно располагает нас. Это母ы. Аэропланетно располагает нас. Нанцог, ас. Нанцог, а не Нами. Нами. Агю и это, как ив. Да, аэропланетно. Индин, это называют индин. Агигуи. 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 Это тоже предлог связка. Агигуи. Агигуи. Мы говорим Ладын, а если Агигуи. Агигуи. Мы говорим Индин. 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 Это показывает между Гангла и Нанцхо. Генла говорит, что он показывает связь между первой частью, то есть нами и предлогом над нами. Если только нганцу, то это мы, нам. Или мы, нганцу. Нганцу, 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 нас. И твой воздух обойдет и ас нанцу. Нганцу, нганца? Генла, я, Нганья, я. Я пойду с тобой. Я пойду с тобой. Это будущее время. Я пойду с тобой. 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 И все это будущее время, все, что мы сейчас произносим. На кераньямду чимбайин, прошедшее время. Я ходил на рынок, прошедшее время. Я поехал в Тибет, прошедшее время. Я поехал в Тибет. Доги ин, пресенец. 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 Я пойду на бой. Пу-гу. Дети. Это язык, колокольный язык. Когда мы пишем в литерах, мы не используем пу, пара, тугу, пара, тугу. Иногда мы пишем не па, а пара так. И получится тугу. Вот так, смотрите. Парата, тугу. Тугу. Это тугу. Детишки, в общем. Детишки. Тугу. Панги ин, пресенец. Дети. На разговорной речи мы говорим пугу. Пугу. Без придыханий, то есть па, первое па. Пугу. Конги. 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 Им. Конги. Это ему. Джела. Behind. Он позади него. Дети позади него. Конба. 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 Гомбак, Кяфсун — это прошедшее время. Гомбак — это «вак», и «кяфсун» — это «вак». Все вместе, Гомбак, Кяфсун — это прошедшее время, глагол «вшагать», то есть «гулять». То есть дети позади него шли. Скажем так. Пугу, Кунги, Джела, Комбак, Кяфсун — это «вак». Дети позади него шли. Дети позади него шли. Вот вы видите, Пугу — дети. Кунги — ним. Джела позади него. Комбак, Кяфсун — шли. То есть дети позади него шли. Дети шли сзади него. Ну, след за ним. След за ним. Гомбак — это «вак». Гомбак — это «вак». Гомбак — это «гулять». Эта форма не изменяется ни в прошедшем, ни в настоящем, ни в будущем времени. Да. Добавляется или убирается вот те формы, которые после этого идут. To show the future past tense. This spelling will change. Кяф. It will change. Гомбак — это «вак». И как мы можем сказать в будущем, в будущем — читать. Как говорилось. Гомбак — «гяб-ги-ё». Это «настоящий времени». Если мы скажем «гомбак», «гяб-ги-ё» идут. Настоящее время. Гомбак остается. Вы видите. Кап ги-йо. Кап ги-йо. Мы изменяем. Кап сунг шли, Кап ги-йо идут. Презент тенц. Настоящее. Кап ги-ин Кап ги-ин, это будет в будущем. Ту-гу, конг челла, Комба, Кап ги-тук. Презент тенц. Нет, нет. Кап ги-ин Кап ги-тук. Это первая и ту-гу. Да, это плеру. Первая, вторая, третья, третья. Да, третья. Эта первая и третья. Эта первая и третья. Вы видите, Мы употребляем или ю Вы помните, да? С первым лицом. А с третьим лицом Мы употребляем форму ду. Поэтому будет Кап ги-ду. А вот Кап ги-ду это настоящее время. Кап ги... Кап ги... Кап сон. Кап ги... Кап ги-ре. Кап ги-ре это будущее время. Футure tense, да? Футure tense, да? Кап ги-ре это будущее время. Вы видите, форма после гумпа меняется. Кяп. В прошедшем времени четыре слова, четыре буквы. В настоящем времени всего две употребляются. А в будущем три буквы. Дальше также меняется. Кяпсун – это прошедшее время. Кяпгейду – настоящее. Кяпгирей – будущее. Прошедшее время. Кяпки-дук – настоящее время. Кюг-ку, кунг-и-целла, кумба, кяпки-рэ – будущее время. Фьючер. Фьючер. Как настоящее? Кяпки-дук. Кяпки-дук – настоящее. Кяпки-дук – настоящее. Средина – настоящее время. Дети идут за ним. Дети идут след за ним. А в будущее время дети пойдут след за ним. Кюг-дук, можно сказать. Кюг-дук. Кяпки-дук. Кюг-дук – настоящее время. Кюг-дук – настоящее время. Кюг-дук. Кюг-дук – настоящее время. Ма – это я, а мне – это мне. Нья джам ла – это сайт. Шук сон – сет. Первый раз – сказал. Сидит? Да, сет. И шук сон. Вы знаете, есть песня. Верб – «to sit», да? «to sit» и «past time». «He sat beside me». Он или она сел рядом со мной, около меня. И шук – это не меняется. Как гумба, шук не меняется. Не в будущем, не в прошедшем, не в настоящем времени. Эта форма остается. Сидит. Меняется только вот окончание. Шук сон. Это прошедшее время. Шук гире – настоящий. Будущее. Будущее. Шук ду – настоящий. Шук гире – настоящий. Шук гире – будущего. То есть, сидел, сидит и будет сидеть. Для того, чтобы показать тензер, это будет изменено. Это все, что я говорю. Вы должны менять эту песню, «ду» и «ре». Поэтому «ду» и «ре» очень трудно объяснить. Это «ду» и «ре». Как Ген Ла говорит, «ду» и «ре» обозначение очень трудно перевозить, очень трудно понять. Он сел рядом со мной, или она села, приседала. Он садится, или она садится рядом со мной. Он или она сядет рядом со мной. Он или она сядет рядом со мной. Вот так. В Тибетской грамматике это одни из самых трудных предложений. Произношение формы временной формы. Это желтые, которые меняются. Это разные слова. Это также вовсе и шук. Но это не изменяет шук. Но это изменяет. И это много различных слов, есть глаголы, есть глаголы, есть три формы. В прошедшем, будущем, настоящем. А вот щук не изменяется, ни в настоящем, ни в прошедшем, ни в будущем. И так вот, очень много таких глаголов, которые меняются, а есть много, которые не меняются. Поэтому нужно очень внимательно подходить и запоминать эту форму. Так что, это только наиболее трудно. И если вы не беспокоитесь, то не бегайте, не боитесь. Это наиболее трудно и тяжело, говорит Генла. И вы не должны быть сконфужены, и все нормально. В Тибетском языке, когда мы читаем, когда мы говорим, это очень легко. Но когда мы читаем, то нужно читать правильные названия. Это очень просто. Для Тибетского языка. Просто, когда мы проговорим, это все просто, и мы можем говорить, в принципе, допускать ошибки. Но когда мы пишем или грамматически, мы должны стараться придерживать грамматики, точность, правильность. А теперь мы будем учиться, как прочесть предложение. Мы уже научились писать его. И когда мы объясним, то это будет чуть-чуть. Окей. Может быть, Генла еще объяснит некоторые типы. Окей, теперь. Сикте минсап нямду, чарва. 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 Сикте*** Сикте vårд и Ja creatures. Сикте минсап нямhini, düny belongingนсти. temps пальто. Сикте минсап нямба, димсап нямбу, чарва. Ябла, нямду, ньетамла. Нансы, гангла, намду, ду. 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 Это договорный язык. Нансы, гангла, намду ду. Нансы, гангла, намду ду. Как сказать грамматически правильное? Грамматически правильное, но это разговорная версия, хотя грамматически правильно построено. Есть несколько моментов, есть несколько случаев, когда есть разница, но в основном это разговорная версия. В разговорной речи дети мы употребляем пугу, то есть па первое, не с придыханием, а пугу. Грамматически мы правильно писали тугу. Грамматически на пугу. Грамматически мы правильно пишем. Грамматически мы правильно писать, сусмотреть, мы правильно пишем. Догийин. Га. Керам. Нямду. Догийин. В Тибайдинге мы всегда читаем одно слово. Га. Вы должны читать одно слово. Га. Га. Вы должны читать одно слово. Га. Га. Вы читаете одно слово. Га. 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 Стакой. Га. 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 Если вы читаете эти два, то это не правильно. Вы должны знать, как вы читаете. Ням-ду. Это один, это два, это два, и эти три. Три группы. Ням-керам-ням-ду-други. 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 Вот так, как сейчас прочитал Ген-ла, все теряется, все значение, и мы неправильно читаем. Три группы. Три группы. Таким образом, очень сложно, опять же, разобрать правильное значение, правильные слова. Очень трудно разделить правильное слово, значение его, не зная его значение. Но если вы знаете, как разделять на смысловую группу, тогда вы будете в совершенстве в логическом гиме. да те группы. Это не на смысл. Ням-керам-ням-ду-други. Ням-керам-ням-ду-други- observations. На скыра-ням-ду-други-論. На скыра-ням-ду-други. На скыра-ням-ду-други-ин. Это неправильная конструкция. Здесь не должна быть связь ги. Это без суффикс. Дро. Если нет суффикс, мы должны делать агигуи или ягигуи. Таким образом, агигуи. Агигуи. Агигуи и ягигуи. Но, когда мы писали агигуи, люди никогда не говорят. Люди никогда не говорят. Мы всегда говорим так. Я пойду с тобой. Я пойду с тобой. Агигуляризм! Агигуляризм! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok